Научно-практическая конференция в этом году была синициирована двумя социальными институтами. Брестским государственным университетом имени Пушкина, историческим факультетом, и вторым, очень значимым в жизни деятельности социума, общественным объединением «Белая Русь». Общественная организация «Белая Русь», которая, конечно же, тоже поддерживает и такие инициативы, и тоже свои мероприятия проводит в тысячелетие Бреста, конечно же, не могла оказаться в стороне. Поэтому мы поддержали эту инициативу, и сегодня мы тоже здесь. Тем паче, что в этом учебном заведении, в высшем учебном заведении, хорошая первичная организация, многочисленная, активная. Поэтому «Белая Русь», конечно, общественная организация, не могла оставить это мероприятие, я считаю, очень масштабное. Действительно, диапазон и география конференции этого года поражает количеством участников. Молодежь из разных университетов Беларуси и двух средних школ нашего города, молодые исследователи-магистранты Люблинского университета имени Кюри из Кладовской из Польши, Восточноевропейского университета из Украины представили более 50 докладов, раскрывающих исторические подходы в изучении истории Бреста и Брещины. С большим интересом, я думаю, что сегодня наше мероприятие первое будет проведено, мы прослушаем доклады, ну и, конечно, это огромная польза для нашей молодежи, для города, для профессорско-преподавательского состава. Отношение непосредственных участников научной конференции, будущих историков, не менее серьезно, чем у старших коллег. Обмен мнениями и научно-исследовательской информацией – это хороший профессиональный опыт в дальнейшей работе молодых специалистов. Это опыт, это умение говорить, доносить свою мысль четко, ясно, это, когда выступаешь, возникают вопросы у публики, это уже возникает дискуссия, умение как бы оперировать фактами, отвечать на все, это, естественно, опыт. Наталья Луговкина, Павел Малошонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.